МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сенат США единогласно признал геноцид против армян. Один из четырех ритуальных котлов эпохи Иванского царства будет выставлен в столице царства Ивани. Сирийские военные блокировали проход американского конвоя недалеко от аэропорта Камышлы. Турция осуждает принятие Палаты представителей США резолюции о геноциде против армян. Генассамблея ООН по инициативе Армении учредила Всемирный день шахмат. Турецкий следователь геноцида. Это исторический день не только для армян, но и для народа Турции. Сенат США единогласно одобрил резолюцию о геноциде против армян. В октябре Палата представителей США приняла резолюцию 405.11, которая официально выступает против отрицания Турции геноцидов, совершенных против армян, греков, ассирийцев, халдеев, сирийцев, арамеев, маронитов и других христианских народов. Принятие резолюции в главе с сенаторами Робертом Менедесом и Тедом Крузом примечательно тем, что Сенат впервые признал геноцид против армян. В резолюции о геноциде против армян говорится, что Соединенные Штаты официально признали геноцид против армян в 1951 году, обратившись в Международный суд, после чего у Палаты представителей было принято законодательное решение в 1975 году и заявление президента Рональда Рейгана в 1984 году. Сенатор Роберт Менедес и сенатор Тед Круз обратились с двухпартийным призывом и пришли к единодушному согласию принять резолюцию о геноциде против армян. Ни один из сенаторов не возразил. Все предыдущие попытки были заблокированы сенаторами-республиканцами. Палата представителей приняла такое решение 29 октября. Полный текст резолюции Сената выглядит следующим образом. Принимая во внимание, что Соединенные Штаты гордятся своей историей, признанием и осуждением геноцида армян, убийство полутора армян в Османской империи в период с 1915 по 1923 год и оказание помощи пострадавшим от кампании геноцида против армян, греков, осирийцев, халдеев, сирийцев, арамейцев, маронитов и других христиан. Принимая во внимание, что достопочтенный Генри Маргентау, старший посол США в Османской империи с 1913 по 1916 год организовал и провел протесты со стороны официальных лиц многих стран против того, что он назвал кампанией по уничтожению расы. И 16 июля 1915 года госсекретарь США Роберт Лансинг дал указание, что департамент одобряет вашу процедуру, чтобы остановить преследование армян. Принимая во внимание, что президент Вейдро Уильсон поощрил создание Ближневосточного фонда помощи, учрежденного законом Конгресса, который привлек примерно 116 миллионов долларов в период между 1915 и 1930 годами, и Сенат принял резолюцию, осуждающую массовые убийства. Принимая во внимание, что Рафаэль Лемкин, который придумал термин «геноцид» в 1944 году и был первым сторонником Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, сослался на случай Армении в качестве примера геноцида в XX веке. Принимая во внимание, что, как показано в Мемориальном музее Холокоста в США, Адольф Гитлер, приказав своим военным командирам напасть на Польшу в 1939 году, отклонил в заражении, отметив, кто же сегодня говорит об уничтожении армян, подготовил почву для Холокоста. Принимая во внимание, что Соединенные Штаты официально признали геноцид армян, 28 мая 1951 года письменное заявление правительства Соединенных Штатов, Международный суд относительно конвенции и предупреждения преступления геноцида и наказание за него, номер 4838, опубликованное президентом Рональдом Рейганом 22 апреля 1981 года, а также совместной резолюцией Палаты представителей Конгресса 94-го созыва от 8 апреля 1975 года и совместной резолюцией Палаты представителей Конгресса 98-го созыва от 10 сентября 1984 года, а также принимая во внимание, что закон о геноциде и предупреждении злодеяний Эли Визеля от 2018 года устанавливает, что предотвращение злодеяний является национальным интересом Соединенных Штатов и подтверждает, что политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы правительство принимало стратегию выявления предотвращения и реагирования на риск злодеяний путем усиления дипломатического реагирования и эффективного использования иностранной помощи для поддержки надлежащих мер правосудия переходного периода, включая уголовную ответственность за прошлые злодеяния. Решено. Почтить память геноцида армян посредством официального признания и памяти. Отвергать усилия по вовлечению или иных попыток ассоциировать правительство Соединенных Штатов с отрицанием геноцида армян или любого другого геноцида, а также поощрять просвещение и общественное понимание фактов геноцида армян, в том числе роли Соединенных Штатов в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, а также актуальность геноцида армян для современных преступлений против человечности. В Урфе, в Западной Армении, два года назад силы безопасности конфисковали котел исторической ценности, украшенный четырьмя бычьими головами. Администрация музея Ивана, взяв под свою охрану эту находку, перенесла в ее ван и начала реставрационные работы. Два из четырех котлов сейчас находятся в Германии, один в Анкаре. По словам историков, котлы были установлены на входах в храм. В древнем мире котлы с бычьими головами и сказочными женскими украшениями использовались исключительно в религиозных обрядах в качестве сосуда для священной жидкости. Сирийские военные заблокировали проход военного конвоя США через свой блокпост недалеко от аэропорта города Камышлы в провинции Хасака. Все попытки американцев решить вопрос о проходе не имели успеха. Вся колонна была вынуждена повернуть назад. Сирийская армия всегда контролировала часть города Камышлы и аэропорт, но в последнее время значительно расширила зону влияния южнее города. Большая часть дороги Камышлы и Хасака находится под контролем Сирийской арабской армии. Оставшаяся часть под контролем Сирийской армии и курдов, в то время как вооруженные силы США продолжают патрулирование в Аль-Хасаке. Сирийские военные стали более агрессивными в своем подходе к работе с американскими войсками в регионе. Анкара осудила принятие палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей геноцид армяны, и заявила, что принятие подавляющим большинством голосов решений ничего не значит для правительства и народа Турции. Спустя несколько минут после голосования министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушуглу сделал запись в Твиттере, связав принятие резолюции с военными действиями, недавно принятыми Турцией на севере Сирии. Те, чьи планы были сорваны, обращаются к помощи устаревших резолюций, написал глава МИД Турции, добавив, что круги, считающие, что таким образом могут отомстить, ошибаются. Это позорное решение тех, кто использует историю в политике, ничего не значит для нашего правительства и народа. Генассамблея ООН на заседании в Нью-Йорке единогласно приняла резолюцию, провозглашающую 20 июля Всемирным днем шахмат. Среди соавторов резолюции Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Норвегия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Государства-члены ООН призывают в этот день, начиная с 2020 года, проводить по всему миру мероприятия по популяризации одной из самых древних и широко известных интеллектуальных игр в мире. Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маркарян, представляя резолюцию, отметил, что шахматы, являясь одной из старейших и всемирно известных интеллектуальных игр, он подчеркнул, что шахматы являются неотъемлемой частью армянской культуры, упомянув о получении армянскими гроссмейстерами званий олимпийских и мировых чемпионов. Известный турецкий следователь геноцида историк Танер Акчам назвал решение Сената США о принятии резолюции о признании геноцида против армян в Османской империи 1915 года историческим, отметив, что это исторический день не только для армянского народа, но и для народа Турции, а также для тех, кто борется во имя истины и справедливости. Сейчас два из основных столпов правительства США, это Конгресс и Сенат, признали факт геноцида. Остался лишь руководитель. Если даже президент США Дональд Трамп официально не употребит слов «геноцид», сейчас мы можем говорить, что Соединенные Штаты Америки на законном уровне признали факт геноцида против армян, отмечается в заявлении Танера Акчама. Напомним, 12 декабря Сенат, Верхняя Палата Конгресса США единогласно принял резолюцию о признании геноцида против армян в Османской империи 1915 года. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин Карнокочарин. Сенат, Верхняя Палата Конгресса США Полная версия видео представлена на официальном сайте ТВ-канала Западной Армении. Оставайтесь с миром!